Здравствуйте! В эфире новости спорта и я Андрей Трой. Баскетболисты Самара СГЭУ потерпели поражение от Новосибирска. Павлюченкова закончила участие в турнире Australian Open. В расположении крыльев советов прибыл новый нападающий. Самара СГЭУ провела очередной матч чемпионата Суперлиги, в котором проиграла Новосибирску. Это первое поражение команды за целых два месяца. Начав вторую четверть с семиочковым преимуществом, удержать его самарская команда не сумела. Новосибирцы, в составе которых выделились Павел Александров и Александр Анисимов, быстро сравняли счет. За минуту до большого перерыва судьи усмотрели умышленную отмашку со стороны нашего игрока и отправили его в раздевалку. После большого перерыва Новосибирск начал постепенно уходить в отрыв. Итоговый счет встречи в 80-90 в пользу Новосибирска. Анастасия Павлюченкова завершила свое выступление на турнире большого шлема Australian Open. В первом круге соревнований 25-я ракетка мира встречалась с бельгийкой Яниной Викмайер, занимающей в мировом рейтинге 80-е место. Анастасия реализовала лишь один брейковый мяч из шести и трижды упустила свою подачу, проиграв в итоге со счетом 6-4, 3-6, 3-6. Обе теннисистки выполнили по пять эйсов. Павлюченко допустила девять двойных ошибок, в то время как Викмайер шесть. Матч продолжался два часа две минуты. После этой победы Викмайер вышла вперед в счете по личным встречам с Анастасией 2-1. В расположение «Крыльев Советов» прибыл 20-летний нападающий махачкалинского «Анжи» и молодежной сборной России Сердер Сердеров. Спортмен приступит к тренировочным занятиям вместе с «Крыльями», а также, вероятно, примет участие в контрольном матче «Крыльев» с «Астаной», который состоится в Дубае в среду, 21 января. Скорее всего, после этой игры «Крылья» огласят решение относительного контракта с этим футболистом. Напомним, аренда футболиста рассчитана до конца сезона. По условиям соглашения самарцы смогут выкупить форварда за 600 тысяч долларов. Это были все новости спорта на сегодня. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!